Научить пенсионеров, оплачивать счета за квартиру через интернет и пользоваться горячей линией – главная задача этого года для Министерства соцразвития. Чтобы как можно быстрее внедрить новую систему, по всей стране проводят работу с незащищенными слоями населения. Обучать будут и сотрудников соцсферы. Также мы уделим особое внимание повышению квалификации сотрудников. И в том числе, и сегодня это было озвучено, и в том числе и даже психологической поддержке сотрудников. Поскольку они ежедневно испытывают очень большое эмоциональное напряжение, общаясь, естественно, с гражданами, которым необходимы льготы. На специальном заседании профильные чиновники подводят итоги прошлого года. Главное достижение – монетизация льгот. В Саратове особых проблем не возникло. О том, как все происходит в других регионах, докладывают районные власти. В настоящее время выплаты произведены. Осуществлен перерасчет по новым стандартам. Остановка в городе и районе относительно спокойная, но проводится разъяснительная работа, продолжает проводиться с каждым, обратившись индивидуально. В прошлом году Министерство социального развития региона реализовало четыре программы в сфере защиты населения. Поддержка многодетных семей, соблюдение прав детей-сирот стали главными задачами 2009 года. Более двух тысяч пенсионеров получили социальную помощь. Открывали и новые дома-интернаты. Благодаря этому очередь в учреждение сократилась почти вдвое. Чиновники надеются, что такие высокие показатели сохранят и в 2010 году. Но напоминают, экономить все же придется. Пока экономика еще после кризиса, мы не можем сказать, что сильно развивается. Поэтому задача эффективного использования ресурсов и средств, она для нас по-прежнему актуальна. Также задача этого года, по словам чиновников, работать с трудными подростками и неполными семьями, чтобы максимально снизить уровень преступности среди несовершеннолетних. Но приоритетным направлением все же останутся ветераны Великой Отечественной войны. Тем более в год юбилея Победы.